Здравствуйте, уважаемые студенты! Я преподаватель технической механики Полушкина Марина Анатольевна. Сегодня нам предстоит решить очень важную и сложную задачу, которая потребует актуализации всех знаний, полученных вами ранее. Сегодня мы научимся строить эпюры, поперечных сил Ку и изгибающих моментов М, возникающих в поперечном сечении балки при изгибе. Для этого нам следует решить следующую задачу. Задана балка на двух шарнирных опорах. Первая опора шарнирно-неподвижная. Вторая опора шарнирно-неподвижная. К балке приложена распределенная нагрузка с интексивностью Ку, момент пара сил 30 кНм и сосредоточенная сила Р 10 кН. Как вы думаете, это все внешние силы, которые действуют на балку? Правильно. Балка не падает, потому что ее держат опоры. А действие одного тела на другое можно заменить силой. Эта сила – опорная реакция. Неизвестные внешние силы, которые действуют на нашу балку. Поэтому первым действием мы должны определить опорные реакции, которые возникают в опорах. Для этого мы с вами мысленно отбрасываем опоры и заменяем их силами. В опоре А шарнирно-неподвижной обычно в общем случае возникает две опорные реакции – вертикальная и горизонтальная. Но так как при изгибе на балку действуют только вертикальные силы, то при изгибе в шарнирно-неподвижной опорной опоре всегда возникает только одна вертикальная опорная реакция – ВА. В шарнирно-неподвижной опоре, которая не дает балке перемещаться только в вертикальном направлении, всегда возникает одна опорная реакция – РВ. Таким образом, на балку действуют известные силы, две неизвестные. И балка находится в состоянии покоя, то есть для нее действует уравнение равновесия. В составе мы решим их. Первое уравнение – сумма момента всех сил относительно точки А должна быть равна нулю. Вспомним, чему равен момент силы относительно точки. Я думаю, вы все правильно ответили. Сила на плечо, где плечо – кратчайшее расстояние между силой и точкой. А какой знак у момента положительный? Знак у момента положительный, если сила поворачивает балку относительно точки по часовой стрелке. Все это вы знаете, об этом мы говорили много раз. Используем эти знания для составления уравнения. Ставим, как я вам всегда говорила, пальчик в точку А. И рассматриваем левую часть распределенной нагрузки. Вы видите, что она поворачивает балку против часовой стрелки, следовательно, знак минус. И умножив интенсивность распределенной нагрузки на длину, мы узнаем с вами равнодействующее этой части распределенной нагрузки, которая приложена в центре участка длиной 2 метра. Умножаем на расстояние от силы до точки 2, деленное на 2, получаем момент. Таким же образом считаем момент правой части распределенной нагрузки, которая действует на балке на длине 6 метров. Q умножаем на 6. Эта сила приложена в центре участка. Расстояние до точки А – 6 пополам. Знак плюс, так как сила поворачивает балку относительно точки А по часовой стрелке. Это самая трудная часть уравнения. Пара сил. Момент поворачивает балку против часовой стрелки. Минус M. Плюс сосредоточить момент от силы F, которая поворачивает относительно точки А силу по часовой стрелке. Знак плюс, расстояние 10 метров, F на 10. RB поворачивает балку против часовой стрелки. Момент отрицательный. Плечо тоже. Обращаю ваше внимание, что силы, имеющие разные направления, в обязательном случае создают и моменты разных знаков. Теперь определяем неизвестную силу в общем виде, подставляем численные значения и определяем первую опорную реакцию. RB равняется 15 кН. Составляем второе уравнение. Сумма моментов всех сил относительно точки B. Вы уже помните, чему равен момент и как определить его правила знаков, поэтому составим его гораздо быстрее. Распределенная нагрузка с левой стороны от точки B действует на длине 8 метров, приложена в центре этого участка, поэтому расстояние от нее до точки B равно 8 пополам плюс 4. Момент отрицательный, так как распределенная нагрузка поворачивает балку против часовой стрелки. VA поворачивает балку по часовой стрелке, расстояние 10 метров до точки B плюс VA на 10. И момент сосредоточенный не изменяет своего знака. Знак минус против часовой стрелки составили уравнение моментов относительно точки B. Выразили неизвестную реакцию, помня о том, что если перед неизвестной силой знак плюс, то все остальные слагаемые переносим в противоположную сторону с противоположным знаком. Подставляем численные значения, определяем величину силы. Таким образом, мы знаем, что VA равняется 35 кН, а РБ 15 кН. Скажите, пожалуйста, решение закончено? Правильно? Нет. Нужно выполнить проверку решения. Для этого мы составляем неиспользованное уравнение статики. Сумма проекции всех сил на ось Y. Вспомним, чему равна проекция, если сила параллельна оси. Правильно, самой силы. А когда у нее положительный знак? Правильно, если направление силы и оси совпадает. Напоминаю, что ось Y по умолчанию вертикальная ось, направленная кверху. Таким образом, нам просто нужно сложить все силы со своими знаками. VA направлено по оси плюс. Равнодействующие распределенные нагрузки Q умножить на 8 направлено вниз минус. Сила F направлена вниз минус. И сила РБ направлена вверх плюс. Подставляем численные значения. Вычисляем и получаем желаемый результат. Ноль. Опорные реакции выполнены правильно. Теперь можно переходить к главной нашей задаче. Определение опорных реакций. Определение внутренних силовых факторов. Для этого сначала следует разделить балку на участки. Границами участков, как мы помним, является сечение, в которых приложены внешние силы. Или начинается и заканчивается распределенная нагрузка. Ну, а и, конечно же, начало и конец балки. Сколько у нас сечений участков? Правильно. Мы будем строить Эфюру методом характерных сечений. Определять значение неизвестных внутренних силовых факторов на граничных сечениях участка. То есть, на первом участке слева и справа, на втором участке слева и справа, и на третьем слева и справа. Таким образом, сечений, в которых нам предстоит вычислить низ, поперечные силы, изгибающие моменты, 6. То есть, два раза больше, чем участков. Обозначим эти расчетные сечения цифрами, которые поставим на бесконечно близком расстоянии от границ. Вот у нас получается первое сечение, второе, третье, четвертое, пятое и шестое. Теперь мы можем переходить к определению внутренних силовых факторов. Для этого нужно вспомнить, чему же равна поперечная сила Ку, которую мы будем строить первое. Ку, как мы знаем из ранее изученного материала, поперечная сила, которая возникает в балке при изгибе, сама перспендикулярно продольная оси и, соответственно, равна алгебраической сумме всех внешних сил, приложенных к балке по одну сторону от сечения. При этом правило знаков для поперечной силы определяется по внешним силам. Если внешние силы поворачивают балку относительно сечения по часовой стрелке, то поперечная сила будет иметь знак плюс. Если внешние силы поворачивают балку против часовой стрелки, то поперечная сила будет иметь знак минус. Мы видим опять перед собой нашу балку с определенными внешними силами, что позволяет использовать метод сечения определить поперечную силу. Напоминаю еще раз, поперечная сила равна сумме проекции всех сил на оси Y или слева, или справа от сечения. Но если сила параллельна оси, то ее проекция равна самой силе, то есть сумме всех сил, приложенных к балке по одну сторону от сечения. И правилом знаком будем пользоваться очень просто. Мы начинаем с вами рассчитывать балку слева. И каждый раз будем отбрасывать мысленно правую часть, а оставлять ту часть балки и рассматривать ее равновесие, которое находится слева. Соответственно, если внешние силы будут направлены наверх, то Q будет положительна, а если вниз, поперечная сила будет отрицательна. Начинаем вычислять. Q первая находится на концевом сечении балки, и поэтому в нашей балке в концевом сечении не приложено никаких сосредоточенных сил, поэтому поперечная сила в первом сечении равна нулю. Считаем поперечную силу во втором сечении. С левой части длиной 2 метра приложена распределенная нагрузка. Она направлена вниз. Таким образом, знак у поперечной силы будет минус. И действует распределенная нагрузка с интенсивностью 5 кН на метр Q. Умножаем Q на 2, получаем силу 10 кН. Таким образом, Q второе равняется минус 10 кН. Справа от второй границы находится третье сечение. Что изменилось в приложенных силах относительно третьего сечения с левой стороны? Добавилась сила ВА. Правильно. Куда она направлена? В сторону противоположную распределенной нагрузке наверх. Она будет иметь знак Q. Таким образом, Q третье равняется минус Q2. Ничего не изменилось. Плюс ВА. Подставляем численное значение. Вычисляем. 25 кН. Определяем поперечную силу в четвертом сечении. Я думаю, вам уже понятны наши рассуждения. Рассматриваем. Распределенная нагрузка действует теперь в длине 8 метров. Умножаем Q на 8. Знак не может измениться. Распределенные нагрузки мы уже определили минус. Плюс ВА. Мы тоже с этой силой. Знаки и величина этой силы нам известны. Получаем минус 5 кН. Q пятая. Если рассматривать левую часть балки, то мы видим, что добавился момент 30 кН метров. Но за ним скрывается пара сил, приложенная между четвертым и пятым сечением. Эта пара сил имеет проекция любой пары сил. И этой на оси Y равна нулю, как мы с вами давно знаем. Поэтому Q4 и Q5 равны друг другу. Со стороны пятой есть какие силы? Распределенная нагрузка и ВА. Минус 5 кН. Определяем поперечную силу в последнем, шестом сечении. Что мы видим? Ничего не изменилось. Слева действует сила ВА и распределенная нагрузка. Поэтому Q6 равняется Q5. Проверяем себя, посмотрев на нашу балку с правой стороны. Отсекаем справу. Отсекаем и отбрасываем левую часть. Оставляем правую. Справа сила. Если направлена внешняя вниз, то поперечной силой будет знак плюс. Таким образом, если бы мы считали Q6 с правой стороны, то получили выражение минус R, плюс V, минус 10, плюс 15, получается минус 5 кН. Шестая поперечная сила в шестом сечении определена верно. Теперь нам предстоит построить и пюру поперечных сил. Правила построения и пюр сил мы рассматривали на предыдущих уроках. Теперь нам нужно их только повторить. На положительные значения QY мы будем откладывать выше продольной оси нулевой, или оси абсцид, что то же самое, отрицательные ниже. На незагруженном участке, то есть на том участке, где нет распределенной нагрузки, и пюра Q будет ограничена прямой параллельной оси абсцид. Так как на таких участках поперечная сила, величина постоянная. На загруженном участке под распределенной нагрузкой и пюра поперечных сил ограничена прямой наклонной линией. Если в сечение приложена сосредоточенная сила, то на и пюре мы будем видеть скачок. И пюру мы будем заштриховывать линиями перпендикулярными оси абсцид. Внутри пюру ставить знак, а рядом с пюрой модуль значения величины QY. По заданным, по полученным величинам строим и пюру. Масштаб выбираем произвольный. Ну, например, можно взять масштаб 1 кН в 1 мм. Тогда здесь мы отложим 10 мм, 25 мм и так далее. Q1, 0. Откладываем. Участок загруженный. Действует распределенная нагрузка. Q2, минус 10. Соединяем прямой наклонной линией. Дальше. В третьем сечении Q равняется плюс 25. На и пюре приложена сосредоточенная сила, равная 35 кН. И скачок равен 10 плюс 25, 35. Переходим к четвертому сечению. Величина Q равняется минус 5. Откладываем эту величину. И соединяем ее прямой наклонной линией с значением Q в третьем сечении. И откладываем последнюю величину Q. В шестом сечении она тоже равна минус 5. Все правила построения пюр у нас соблюдены. На незагруженном участке Q постоянная величина. На загруженном наклонная линия. Обращаю ваше внимание. Если на двух участках действует постоянная распределенная нагрузка с постоянной интенсивностью, то наклонные линии, ограничивающиеся пюры, должны быть параллельны. И это получится только в том случае, если и заданная балка, и заданные пюры построены в масштабах. Рядом с пюрой не забудем написать, как и пюра какой величины построена в данном случае Q, и в каких единицах эти величины измеряются. Внутри не забудем поставить знаки и рядом указать численные значения, то есть модуль числа, модуль поперечной силы, без знака. Поскольку если внутри пюры стоит минус и рядом минус, то минус на минус получится плюс, что неправильно. Переходим к построению пюр и вычислению изгибающего момента в каждом расчетном сечении. Для этого опять предстоит вспомнить знания, полученные ранее. Вспомнили? Я надеюсь, что все правильно вспоминают и повторяем. Изгибающий момент в каждом расчетном сечении чисто равен алгебраической сумме момента всех внешних сил, приложенных к балке по одну сторону от сечения, вычисленных относительно этого сечения. Момент будет положительным, если внешние силы изгибают балку так, что растянутые волокна оказываются внизу, то есть и слева, и справа от сечения внешние силы направлены вверх. Момент будет отрицательным, если растянутые волокна оказываются наверху при изгибе, то есть внешние силы и справа, и слева направлены вниз. Кроме того, чтобы построить эпюру М, надо опять вспомнить, что момент силы относительно точки равен произведению силы на плечо. Вы видите перед собой математическую запись ранее высказанного правила, выведенного на предыдущих уроках. Изгибающий момент сечения равен сумме момента всех сил, приложенных к балке слева или справа от сечения, вычисленных относительно этого сечения. И напоминаю правила знаков. Все силы, внешние направленные вверх, дают нам положительный изгибающий момент. Момент. Начинаем вычислять изгибающие моменты в каждом сечении. М1. Момент в первом сечении. Первое сечение находится на конце балки. В нем не приложено ничего, никакого сосредоточенного момента. Только в этом случае он был бы не равен нулю. Момент равен нулю. Во втором сечении справа от сечения находится распределенная нагрузка, которая поворачивает балк, которая направлена вниз. Таким образом, момент отрицательный. Я надеюсь, вы уже научились вычислять моменты еще и вспомнили, как это делается, еще определяя опорные реакции. Считаем Q умножить на 2. Сила приложена в центре, причем равно 2 пополам. Подставляем численные значения. Получаем минус 10 кН на метр. М3. Добавилась сила VA. Но ее расстояние до сечения 3, бесконечное мало, равно нулю. И момент силы VA относительно сечения 3 равен 0. Поэтому моменты, сгибающие во втором и в третьем сечении, равны друг другу, равны минус 10 кН на метр. Переходим к четвертому сечению. В четвертом сечении слева действует распределенная нагрузка на длине 8 метров. Распределенная нагрузка направлена вниз. Момент отрицательный. Q умножаем на 8. Находим силу. Сила приложена в центре этого участка. Плечо 8 пополам. Плюс VA, умноженное на расстояние до четвертого сечения. Оно равно 6 метрам. VA умножаем на 6. Подставляем численные значения. Получаем 50 кН на метр. Вычисляем 6 момент в пятом сечении. И сгибающий момент в пятом сечении будет неравен сгибающему моменту в четвертом. Почему? Потому что на границе участков между четвертым и пятым сечением приложена пара сил с моментом сосредоточенным 30 кН на метр. Слева от сечения 5 он перемещает балку, изгибает балку так, что растянутые волокна оказываются наверху, а момент направлен вниз. Поэтому М5 равняется М4 минус М. Подставляем численные значения. Вычисляем. Переходим к вычислению момента, изгибающего в сечении 6. Рассуждения все точно такие же. Что изменилось? Может момент в пятом сечении, изгибающий, равен быть моменту в шестом сечении? Правильно. Не может. Потому что изменяется расстояние от сил заданных до точки, относительно которой мы вычисляем момент. То есть измеряется плечо момента. Ку на 8, который мы уже знаем, приложенный в центре этого участка, теперь находится на расстоянии от до точки В, на расстоянии 8,5 плюс 4. ВА находится на расстоянии до сечения 6 точки В, на расстоянии 6 плюс 4. Момент отрицательный, добавляем и его. Подставляем численные значения, получаем, что момент, изгибающий в шестом сечении, равен нулю. Правильно ли это? Проверяем, отбросив левую часть балки и рассмотрев равновесие части балки справа от сечения 6. Что мы видим? Силы есть, но расстояния их до сечения 6 равны нулю. То есть момент в шестом сечении, если бы мы его стали считать справа, также был бы равен нулю. Ипюра построена правильно. А теперь ответьте на вопрос. Мы закончили построение ипюры? Надеюсь, вы помните ранее изложенный теоретический материал, который говорит, что ипюра изгибающих моментов под распределенной нагрузкой описывается параболой. И если на ипюре изгибающих моментов под распределенной нагрузкой есть сечение Ку-Кате, в котором поперечная сила равна нулю, то изгибающий момент в этом сечении тоже достигает экстремального значения наибольшего или наименьшего. И его необходимо вычислить. Для этого нужно определить Z. Расстояние от границ ближайшего участка до сечения К. Так как, чтобы вычислять момент, нужно знать расстояние между сечениями при вычислении плеча. Выведенную формулу придется вам принять на веру. И Z равняется поперечное сечение, ее модуль, поперечная сила, деленная на интенсивность распределенной нагрузки. Смотрим, какую же нужно, какую величину поперечной силы нужно взять, чтобы найти Z. Раз мы рассматриваем вот этот участок от К до этой границы, то мы берем 25 кН, делим на 5 метров, на 5 кН на метров и получаем 5 метров. Ставим значение, найденное на чертеж. Проверим себя, а правильно ли мы нашли эти 5 метров. Длина участка 6 метров. Найдем Z' для этого 10 поделим на 5, для этого 5 поделим на 5, получим 1. 5 плюс 1, 6. Эта формула дает правильные результаты. И теперь вычислим изгибающий момент в сечении К. Можно вычислять изгибающий момент в сечении К, с любой стороны, и слева, и справа. Для проверки мы вычислим сначала слева, потом справа. Вычислим изгибающий момент возникающий в сечении К слева. Рассуждения нам уже знакомы, мы делали их не раз. Распределенную нагрузку умножаем на длину участка, которая теперь равна 2 плюс Z. К умножили на 2 плюс Z. Это равнодействующие распределенной нагрузки, возникающие, действующие на этом участке, приложено в центре участка. Таким образом, плечо равно Z плюс 2, деленное на 2. Плюс VA. Расстояние от VA до K равно Z. Умножаем VA на Z. Знак плюс. И знаки моментов от этих силовых факторов при расчете слева мы уже знаем. Подставляем численные значения, получаем величину 52,5 кН на метр. Считаем изгибающий момент слева. Рассуждения все те же самые. Сила F направлена вниз. Таким образом, момент будет изгибающий, имеет отрицательный знак. F находится на расстоянии от K равном 4 метра плюс Z'. Пишем 4 плюс Z'. Дальше. Вторая сила RB направлена наверх. Расстояние до сечения K такое же. Плюс RB на 4 плюс Z'. И момент. В данном случае он поворачивает балку наверх, если рассматривать его действие справа от сечения. Плюс M. Подставляем И. Маленький кусочек распределенной нагрузки, который действует на длине Z'. Направлено вниз. Q умножаем на Z'. Плечо Z' пополам. Подставляем численные значения, вычисляем. Получаем 52,5 кН на метр. Изгибающий момент в этом сечении, сечение K определен верно. Вспомним правила построения ИПЮР, изгибающих моментов, изученные ранее. Строители отличаются от машиностроителей. Машиностроители строят ИПЮРу, то есть график МХ вдоль продольной оси обычным способом. Положительные значения откладывают выше, оси абсцисс отрицательные ниже. А строители откладывают положительные значения ниже оси абсцисс, а отрицательные выше. Это необходимо запомнить. На незагруженных участках, участках без распределенной нагрузки, ИПЮРа М ограничена прямой наклонной линией. А на загруженных, там где действует распределенная нагрузка, ИПЮРа изгибающих моментов ограничена параболой, которая ловит нагрузку, то есть своей выпуклостью направленную в ту же сторону и нагрузка. Ну и, повторяю то правило, о котором я говорила, а здесь оно и записано, что если на участке с распределенной нагрузкой, на загруженном участке, на ИПЮРе QY есть сечение K, в котором поперечная сила равна 0, то в этом сечении ИПЮРа изгибающих моментов достигает экстремального, наибольшего или наименьшего значения на этом участке. И следует вычислить величину изгибающего момента на этом участке. Ну дальше правило обычное. Если есть сосредоточенный момент, то на ИПЮРе будет скачок, ИПЮР следует шриховать, внутри ставить знак, рядом указывать численное значение. Это правило верны для всех ИПЮР, которые мы с вами строим. Теперь нам необходимо построить ИПЮР у изгибающих моментов, помня, зная величины, и помня правила, которые мы повторили и ранее изучали. Распределенная нагрузка действует на этом участке, направлена вниз, поэтому рисуем параболу, которая ловит нагрузку. Причем экстремальное значение, наибольшее на этом участке, в сечении 1 и равно 0. Переходим ко второму участку. Слева, в сечении 3, такое же значение, как и в сечении 2 минус 10, оно уже у нас отложено. Справа, в сечении 4, значение минус 50, откладываем это значение, и обязательно не забываем отложить, экстремальное на этом участке, наибольшее значение изгибающего момента в сечении К, 52,5 кН на метр. И на этом участке действует распределенная нагрузка, строим параболу, которая ловит нагрузку, и экстремум, наибольшее значение у него в сечении К. Переходим к последнему участку. Справа, в пятом сечении, величина момента равна 20 кН на метр. Откладываем эту величину. Слева, в сечении 6, величина изгибающего момента 0. Участок не загруженный, и пюра М ограничена прямой наклонной линией. Таким образом, напоминаю, и пюру строим обязательно в масштабе. Масштаб выбираем произвольно. Ну, в нашем случае опять можно было выбрать очень простой масштаб, 1 мм, 1 кН на метр. Тогда мы бы здесь отложили 10 мм, здесь 52,5 мм, здесь 50 мм и так далее. Если этот масштаб большой, можно, если картинка при таком масштабе получается очень большая, на нее не хватает места, то можно было выбрать масштаб 2 кН на метр в 1 мм. Тогда вы бы отложили здесь 5 мм, здесь, соответственно, 25 мм, вместо 20, 10 мм. И картинка заняла бы в 2 раза меньше места. Таким образом, повторим еще раз, как проверить свои пюры. Ипюра Ку. На загруженном участке наклонной линии, параллельные друг к другу, так как распределенная нагрузка характеризуется постоянной интенсивностью. Ку. Величина постоянная, одинаковая на обеих участках. Скачок сечения между вторым и третьим сечением равен, там, где приложена сосредоточенная сила, равен величине сосредоточенной силы, 10 плюс 25, 35. На незагруженном участке ипюра описывается линией параллельной продольной оси. Ипюра и правила соблюдены. На загруженном участке парабола ловит нагрузку. На загруженном участке, где есть сечение, в котором поперечная сила равна нулю, парабола имеет экстремум в этом сечении. И на незагруженном участке, где нет распределенной нагрузки, прямая наклонная линия. Построение ипюр закончено. Желаю вас дома, при самостоятельном решении задач, пользоваться полученными знаниями и строить опюры правильно. До свидания.